МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...чем полгода назад, и говорили достаточно подробно. Ну, тогда было такое, может быть, основание, как 100 дней. Сегодня мы, наверное, с вами подводим больше уже итоги года. Будем разговаривать о конкретных делах, о тех событиях, которые произошли, скорее всего. Но очень коротко, если вы разрешите, я буквально 2-3 минуты займу. Вот за это время, после того, как мы с вами встретились, конечно же, в республике прошли достаточно много событий. Это, прежде всего, прошли две большие избирательные кампании. Был выбран глава Чувашской республики и депутаты представительных органов муниципальных образований. Ну, ваш покорный слуга, пройдя избирательную кампанию, стал главой. И сегодня, вот впервые с вами, мы встречаемся уже в кассе главы. Но при этом, хотелось бы отметить, конечно же, задача моя, как исполняющая обязанности главы Чувашской республики, была и в том, чтобы, с одной стороны, обеспечить четкое выполнение всех предусмотренных законных регламентов в рамках избирательной кампании, но, с другой стороны, была задача и выработать планы развития республики и их четко обозначить. Но при этом год был такой, все мы говорим его, сложный, непростой. Он на самом деле был особенный. И пандемия, которая ворвалась в марте месяце в нашу жизнь, перевернула все с ног на голову. И нам пришлось, конечно же, очень-очень много корректировать в своей деятельности, а самое главное, справляться с вызовами. С вызовами, пока неизвестными абсолютно нам в нашей жизни. И при этом вырабатывать с колес решения и реагировать на них соответствующим образом. Но при этом задача выработки стратегических решений, решений, которые направлены на развитие Чувашской республики, они, конечно же, оставались в зоне особого внимания. И здесь, надо сказать, мы сначала с вами очень подробно изучали комплексную программу развития Чувашской республики на предстоящие пять лет. Заложили в него планы конкретных мероприятий. Мы на самом деле на ней и дальше сейчас работаем, потому что это не просто документ, а это программа действий, которая обеспечивает синергию всех наших планов, национальных проектов, стратегий, индивидуальные программы социально-экономическое развитие. И тем самым мы достигаем сразу нескольких вещей. Первое – это обеспечение четкого взаимодействия всех уровней власти и ветвей. Но и самое главное – мы видим, что нам надо делать и как нам надо делать, когда надо делать, за счет каких ресурсов, с тем, чтобы обеспечить те потребности, которые имеются у населения Чувашской республики. Ну и, конечно, пандемия. Нам пришлось на это реагировать очень оперативно. И, к сожалению, достаточно большие ресурсы были отличены на реализацию задач, которые возникли. И, в общем, это примерно 7 миллиардов рублей денег, которые были направлены на решение тех или иных задач. И, очевидно, здесь мы, прежде всего, исходили из того, чтобы обеспечить максимальное здоровье и благополучие людей. И в этой связи действовали таким образом, чтобы, с одной стороны, каждый человек, который нуждался, получал достойную медицинскую помощь. С другой стороны, чтобы у нас экономика могла развиваться и соответствующим образом, чтобы мы завтра могли иметь уже соответствующие ресурсы для реализации других задач, которые перед нами стоят. И поэтому бюджет, который принят на следующий плановый период, показывает, что нам удалось найти баланс действий с точки зрения ограничений и планов развития. То есть бюджет на следующий период получился достаточно прогрессивный. Мы здесь, с одной стороны, увеличили форму поддержки как отдельных граждан, так и социальной сферы, в том числе экономики. С другой стороны, заложили существенные увеличенные обязательства по инвестиционным проектам, прежде всего по инфраструктурным, которые направлены на обеспечение потребностей населения и создание условий развития бизнеса и предпринимательской активности. И таким образом, мы, завершая год, смело можем сказать, в целом Кабинет Министерства Чувашьей Республики с теми вызовами справился. Вот те задачи, которые были поставлены, они реализованы. А самое главное, мы заложили достаточно такой твердый фундамент для дальнейших действий. Мы понимаем, что нам надо делать, мы понимаем, как нам надо действовать, а самое главное, мы чувствуем, что если мы объединим усилия, мы достаточно быстро решим те задачи, которые сегодня являются, ну, скажем так, востребованными, где-то горящими, и над которыми надо очень срочно-срочно работать. Поэтому, коллеги, давайте тогда перейдем к вопросам, и я буду уже конкретно отвечать и где-то углубляться в конкретные темы. Пожалуйста. Коллеги, начинаем. У нас на связи информационное агентство ТАСС. Пожалуйста. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Добрый день, коллеги. Информационное агентство ТАСС, Наталья Хороших. Наш вопрос касается индивидуальной программы развития Чуваши. Скажите, пожалуйста, какие средства заложены на реализацию этой программы в 2021 году, и на какие цели они будут направлены, и какие основные задачи достигнет Республика по результатам 2021 года в рамках этой программы? Спасибо большое, Наталья. Индивидуальная программа социально-экономическое развитие Чувашской Республики – это одна из маленьких частей нашей большой стратегии, которую мы утвердили буквально недавно на сессии Госсовета с законом Чувашской Республики и наметили себе задачи до 2035 года. В свою очередь, стратегия была сформирована на основе комплексной программы развития Чувашской Республики до 2025 года, где мы расписали план конкретных действий, расписали конкретные объекты, которые должны быть нами построены, и конкретные проекты, которые должны быть реализованы за этот пятилетний период. И, как я уже сказал, эта программа – это программа действий, которая должна обеспечить синергию. И вот индивидуальная программа социально-экономическое развитие – это одна из программ, которая реализовывается в Чувашской Республике, и она реализовывается, я здесь хочу вернуть, может быть, некий исторический экскурс, она была разработана в связи с тем, что Чувашская Республика попала в число 10 самых отстающих регионов по социально-экономическому развитию. И правительство Российской Федерации приняло решение поддержать эти 10 регионов, в том числе Чувашскую Республику. И, соответственно, по заданию правительства Российской Федерации мы разработали эту программу, и она была утверждена в апреле текущего года. И на реализацию данной программы ежегодно будет выделяться по 1 миллиарду рублей. То есть в этом году мы получили 1 миллиард рублей, в следующем году тоже будем получать 1 миллиард рублей. Что примечательно, и на что хотелось бы обратить внимание по этой программе, это то, что предварительно, то есть 5 лет по 1 миллиарду, планируется выделить на реализацию программы 5 миллиардов рублей. Но есть пока некое устное обещание, что если программа будет реализовываться активно, если его показатели будут достигнуты в более ускоренном порядке, то будет возможность получения дополнительных 5 миллиардов рублей. И мы, конечно же, нацелены на то, чтобы реализовать такую возможность. Поэтому в этом году тот 1 миллиард рублей, который был выделен, и в соответствии с индивидуальной программой, был направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства. То есть через агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, через гарантийный фонд, он у нас реализован на 100%. И на следующий год запланированные 1 миллиард рублей будут направлены также частично на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, Это 650 миллионов рублей и 350 миллионов рублей будут направлены на развитие строительной отрасли. Это на развитие инфраструктуры при строительстве жилья и на субсидирование ипотечных кредитов. Там соответственно 200 и 150 миллионов рублей. Таким образом, в рамках индивидуальной программы мы планируем активизировать процесс строительства жилья и тем самым достичь показателей национальных целей. С другой стороны, конечно же, обеспечить людей комфортными условиями жилья. У нас нет никаких сомнений, что мы все мероприятия исполним так же, как и в этом году на 100%. Потому что, как я уже сказал, в этом году программа по поддержке малого и среднего предпринимательства запущена. Я думаю, что уже в течение первого квартала, а возможно в самый край, первые полугода мы все намеченные планы реализуем в части малого и среднего предпринимательства на 650 миллионов рублей, которые нам выделены. И очевидно, мы их перекроем за счет других средств. Ну а в части развития строительной отрасли у нас уже проекты нормативных документов, которые мы, естественно, должны принять. Они готовы. И возможно, скорее всего, даже до Нового года мы их утвердим. Если до Нового года не успеем, то в течение первых недель января, первых недель рабочих недель января, эти документы будут утверждены, и мы сразу же их запустим в работу. С тем, чтобы подготовить строительные площадки, ну и, соответственно, начинать помогать людям в получении ипотечных кредитов, с тем, чтобы их ставка была для них более доступная. И очевидно, здесь в первую очередь в приоритетном порядке такую помощь будут получать те люди, которые относятся к социально незащищенным категориям населения. Наталья? Спасибо. Спасибо, Олег Алексеевич. Спасибо, Наталья. Переходим дальше. На очереди у нас ГТРК Чувашия. Пожалуйста, Оксана. Добрый день, Олег Алексеевич. Приветствую коллеги ГТРК Чувашия, Оксана Залетина. Олег Алексеевич, буквально через месяц после того, как Вы возглавили республику, началась пандемия коронавирусом. В мире говорят о возможной новой, ее волнуют уже в следующем году. Как Чувашия справляется с ней сейчас, и готова ли она к новым испытаниям? Да, Оксана, спасибо за вопрос. Да, на самом деле, я вскользь коснулся более подробно. Конечно, от пандемии, которая началась, у нас первый заболевший новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован 19 марта текущего года. И как уже ваше телевидение или ваш ресурс показал, этот человек оказался очень сознательным, сам сообщил, сам самоизолировался, предпринял все меры предосторожности, за что мы ему безмерно благодарны. Но, тем не менее, его сознательность, к сожалению, нас не оградила от нашествия этой пандемии, и мы сполна ощутили и тяжесть, и сложность решения тех задач, которые связаны с этой заразой. И вот если брать весну, то, значит, сложность была в том, что мы не знали, что это за болезнь, мы не понимали до конца опасность его развития и действовали где-то на ощупь. Но, слава богу, у нас были четкие и ясные указания со стороны федерального правительства, на что ориентироваться, каким образом действовать и что надо делать. И поэтому в усиленном порядке снабжались учреждения медицины кислородом, развертывались специальные койки для лечения больных, ну и, конечно же, активно нарабатывалась практика, то есть расширялось количество людей, которые способны вести соответствующую работу в борьбе с этой болезнью. И поэтому, если мы начинали на начальном этапе с нескольких десятков коечного фонда по этому направлению и с нескольких десятков врачей и медицинского персонала, которые имели соответствующие компетенции, то уже к весне у нас было развернуто 1955 коек, ну и работало уже несколько тысяч врачей. Но, если быть точным, на весну у нас было задействовано в районе 5000 в целом медицинского персонала по всем направлениям, это и врачи, средний медицинский персонал, технические работники на работу в борьбе с пандемией. То осенний период, очевидно, перед нами выставило новые вызовы. И эти вызовы связаны с тем, что более масштабная атака со стороны пандемии и количество заболевающих существенно выше. Ну и самая главная степень тяжести заболевающих тоже, оно, скажем так, серьезно превышает те значения, которые были весной. Поэтому на сегодняшний день у нас развернуто уже 3295 коек для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом, параллельно, ввиду того, что мы уже научились работать с этой болезнью, у нас для оказания медицинской помощи людям, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, функционирует 30 центров амбулаторного оказания медицинской помощи. И в целом задействовано для борьбы с коронавирусной инфекцией примерно 17 тысяч медицинского персонала, опять же, разных специальностей. И поэтому, вот вы видите, масштабы, они совершенно несопоставимые. И, ну, здесь нам в помощь то, что, значит, на решение всех тех проблем, которые были, вернее, возникали, были зафиксированы, мы постоянно ощущали поддержку руководства страны, прежде всего решения президента, который очень оперативно реагировал. С одной стороны, он держал руку на пульсе, четко улавливал проблемы и очень оперативно реагировал на все вызовы конкретными, очень действенными решениями. И здесь надо отметить, прежде всего, на те решения, которые были направлены на поддержку граждан, то есть, прежде всего, через детей. Если у нас при реализации решения президента на весенний период получили поддержку более 300 семей, примерно 323 тысячи детей получили поддержку в виде выплат прямых, то сейчас, вот перед новогодней, это примерно два раза больше, ну, понятно, возрастная категория, потому что, если весной охватывались дети до 16 лет, то сейчас до 7 лет, примерно два раза меньше. Но суммы несопоставимые. Если, значит, весной было выплачено примерно около 5 миллиардов 100 миллионов рублей, то сейчас на выплаты предновогодние направляется примерно 600 миллионов рублей. Причем люди, которые не успели, могут до 1 апреля реализовать. Надо сказать, что на сегодняшний день большая часть людей уже деньги получили, и это мы с вами видим даже в социальных сетях. Люди говорят спасибо, что оперативно получают соответствующие выплаты, которые им предназначены. Если говорить по другим направлениям, у нас субъекты малого и среднего предпринимательства, прежде всего по решениям президента получили существенную поддержку в виде осрочки арендных платежей за аренду государства и имущества, осрочки налоговых платежей, сниженные налоговые платежи, субсидии на выплату заработной платы, нулевые кредиты, опять же, на поддержание численности работающих. В целом в Чувашской республике по кругу вот такую поддержку получили примерно больше, чем 28 тысяч субъектов хозяйственной деятельности. В том числе это те предприятия, которые были признаны стратегическими, крупными. И поэтому надо сказать, что вот эти все решения, конечно, нам существенно помогли. Кроме того, я уже вначале сказал, напрямую из бюджета были направлены на реализацию тех мероприятий, которые связаны с борьбой пандемией, около 7 миллиардов рублей. Из них более чем 5 миллиардов, это около 5 миллиардов средств федерального бюджета. И эти деньги как раз были направлены на то, чтобы обеспечить всем необходимым новый коечный фонд. Это кислород, это оборудование, это необходимые средства защиты, лекарственные препараты, ну и, конечно же, стимулирующие выплаты медицинскому персоналу. И вот за счет вот такой работы в целом нам удалось ситуацию удержать под контролем. Но я вот говоря под контролем, здесь прежде всего имею в виду, что нам удалось оказать должную медицинскую помощь максимальному количеству населения. Я почему не говорю всем, я здесь вот очень осторожен, потому что наверняка есть случаи, когда вот это массово происходит, случаи, когда медицинская помощь не дошла вовремя. Я допускаю такие моменты, но мы старались реагировать на эти вещи. Я просто несколько цифр для понимания вам приведу, почему такие вещи происходили. Вот в стандартном режиме функционирования у нас скорая медицинская помощь получала примерно 90-100 вызовов. Когда вот это, ну это среднестатистически сложные эпидемиологические времена. У нас, когда пошла вот ситуация с пандемией, звонков в скорую помощь достигало 600 и более звонков в сутки. Понимаете, более чем в 6 раз. И очевидно, теперь еще другой момент. Когда в нормальном режиме скорая помощь приехала, доставила больного, уехала, а с больным с коронавирусной инфекцией этого нельзя делать. Его надо изолировать и надо довести его до конечного пункта. То есть время обслуживания одного пациента еще удлиняется. Очевидно, вот эта нагрузка колоссальная, она не могла нам позволить на основе тех мощностей все это реализовать. И поэтому, возможно, были такие случаи. Но вот, как я уже сказал, открытие амбулаторных центров, другие мероприятия, нам позволили как раз снивелировать эти процессы. И сейчас мы фиксируем обращение скорой помощи примерно 200-250 звонков в день. Это тоже намного выше, чем обычно. Но это нам позволяет уже более оперативно реагировать. И это, конечно, не 600. Кроме того, нам легче в этом плане работать, потому что мы в этом году получили почти, ну, получим 100 дополнительно машин скорой медицинской помощи. То есть мы уже 53 плюс 27, это получается, 80 получили, ожидаем на днях еще 20. Причем 53 машины скорой помощи мы получили за счет активной позиции и абсолютно доброй воли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, которые являются куратором по нашей индивидуальной программе социально-экономической развития за счет сэкономленных собственных средств. И вот таким образом вот эти все мероприятия и другие, о которых можно еще долго рассказывать, но они, может быть, менее масштабные, чем я рассказал, они нам позволили вот в целом пройти вот в тех условиях, в которых мы находимся, новую коронавирусную инфекцию. Вот и ситуации, связанные с ним. Текущая ситуация, сразу в двух словах, она нам позволяет сохранять такой, скажем, сдержанный оптимизм, потому что мы фиксируем буквально вот несколько, уже вот 2-3 недели, вот достаточно высокие значения, но они достаточно стабильные. И вот буквально несколько последних дней начался спад этих цифр, то есть освобождается коечный фон, мы уже фиксируем большее количество выздоравливающих, меньшее количество звонков. Это нам позволяет полагать, что в ближайшее время ситуация будет облегчаться, но при этом я призываю всех воздерживаться от снятия из себя обязательства не соблюдать меры безопасности. Ну, конечно, если вы уже успели привиться, то, наверное, где-то можно легкости допустить, но при этом я у вас прошу всех, я имею в виду не вас лично, а все население Чувашской республики, то меры безопасности очень важны, болезнь очень коварная, и прошу быть осторожными и вот сохраняя бдительность, беречь свое здоровье. Благодарю за ответ. Так, пожалуйста. Едем дальше. Коллеги, у нас на связи Евгений Петров, представляет сразу два издания, Российская газета и интернет-ресурс «Мой город» Чебоксары. Евгений, пожалуйста. Добрый день, Олег Алексеевич, и Далеки. Добрый день, Российская газета. Олег Алексеевич, с момента вашего назначения исполняющим обязанности главы региона, которые дали после избрания в войне, все инициативы властей носят ярко выраженный позитивный характер. Я, например, не припомню ни одного непопулярного решения. Первая одна из таких инициатив – это сохранение для чего проживочного времени в четвертом квартале 2019 года. Далее можно вспомнить выступление против повышения даривного возмузора, снижение транспортного налога для благодетных семей. Сейчас Минтрут говорит о новых направлениях поддержки, именно о новых мерах поддержки бизнеса и так далее. Вот такие инициативы, в зависимости от точки зрения, можно расценивать и как широкие жесты со стороны персоны Олега Николаева начальниц его срока на посту главы Чувашии. Отсюда вопрос. Сколько стоит эти инициативы для пючета республики? Хватит ли на них денег? И не придется ли за счет этого подвергать инвестору какие-то другие направления или статьи пючета? Спасибо, Евгений, за вопрос. На самом деле вопрос очень серьезный, глобальный, можно на него ответить очень пространный, очень долго. Постараюсь тезисно и коротко. На самом деле все те решения, которые вы называете позитивными, они востребованы населением. И наш главный принцип, принцип работы Кабинета министров, и на это же мы надселиваем и будем настоятельно требовать у глав администрации и любых чиновников любого ранга и уровня слушать население и отзываться на те просьбы и проблемы, которые они испытывают. И вот все те решения, о которых вы говорите, они исходили ровно из этого принципа. То есть мы стараемся, я лично и министры, члены Кабинета министров постоянно находиться в контакте с населением, понять и зафиксировать те проблемы, которые чувствует население и вопросы, на которые надо обратить внимание. И таким образом, далее уже обсуждая, мы находим возможные варианты решения. Вот все те решения, о которых вы говорили, это прожиточный минимум, удержание тарифа на твердые коммунальные отходы, снижение, снижение чего было, не помню уже, я просто снижение написал. Поддержка бизнеса и другие вопросы, они, конечно же, просчитывались. Я согласен, и мы каждый раз об этом говорим. Если говорить про поддержку бизнеса, в частности, сколько это стоило в текущем году. Примерно 600 миллионов рублей – это те налоговые льготы и отсрочки, которые мы представили из республиканского бюджета. Снижение тарифов – это, конечно же, не бюджетные затраты. Это уже, это тарифы, это прежде всего плата населения и нагрузка на того оператора, который осуществляет администрирование этих услуг. И в данном случае, когда, а, да, ТКО-то вспомнил, там на самом деле не снижение, я бы так сказал, удержание тарифов. Это была такая история, я позволю остановиться на нем подробнее. То есть в прошлом году, еще в декабре, было принято решение в связи с отменой НДС на услуги по обращению твердых коммунальных отходов, значит, с 1 января не повышать тарифы, но при этом с 1 июля повысить их сразу же почти на 20%. Ну и, конечно же, на мой взгляд, это несправедливо, и многие регионы пошли совершенно другими путями. Кто-то дифференцировал их, кто-то по-другому решил. И здесь мы достаточно подробно попытались вникнуть, но, к сожалению, проблему, вот эту проблему до меня довели очень поздно, и нам пришлось в очень ускоренном порядке работать. Буквально за 2-3 дня мы искали варианты решения, и мы поняли, что несмотря на то, что предусмотрено законодательством, помимо установленного тарифа, наши коллеги не реализовывали иные полномочия, то есть это мониторинг за образованием, значит, количества отходов, установление исходя из этого норм плотности и других параметров и так далее, и так далее. И поэтому в этих условиях, тем более с наложением условий пандемии, мы посчитали, что неправильно поднимать этот тариф в соответствии с ранее принятым решением. И поэтому нам пришлось очень жестко взаимодействовать со всеми участниками этого процесса, и мы нашли решение юридическое, не совсем устраивающее всех участников этого процесса для того, чтобы удержать тариф на том уровне. На следующий год тариф повышается на 3,4%, так же, как установлено правительством Российской Федерации на предельном уровне, это уже норма законодательства. Ну и другие решения, которые направлены на поддержку бизнеса, допустим, на следующий год, они будут стоить, условно будут стоить бюджету, это выпадающие доходы называется, примерно 300 миллионов рублей. Ну, на все эти меры мы идем сознательно для того, чтобы прежде всего поддержать бизнес, а через бизнес людей, которые там работают, чтобы у них вот эти средства, которые образовываются, их ресурсы, они были направлены прежде всего на оплату труда людям, ну и, конечно же, на поддержание бизнеса с тем, чтобы они могли работать. Таким образом мы ведь решаем другую проблему, потому что мы с вами знаем, что во время пандемии у нас резко начало расти количество безработных, и очевидно, если мы их здесь не поддержим, то оно появится там, и нам все равно надо будет эту проблему решать через другие инструменты. Поэтому здесь эта ситуация, она достаточно выверенная, достаточно просчитанная, и мы понимаем, что не дополучая эти средства бюджет сегодня, мы закладываем основы для будущего развития, а самое главное, мы здесь поддерживаем конкретных людей, которые заняты очень важным делом. Они просто работают и зарабатывают себе на жизнь. Спасибо, Олег Алексеевич. Двигаемся дальше. На связи у нас студия НТРК, национальная телерадио компания Чувашия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 до 1935 года и утверждена была законом Чувашской республики. И, понятно, его реализовывая, мы рассчитываем на существенное пополнение бюджета и тем самым планируем не просто обеспечивать реализацию уже принятых мероприятий, но и расширять форму поддержки для тех людей, которые будут нуждаться в такого рода поддержке и внимании со стороны государства. Спасибо, Олег Алексеевич. На связи у нас газета «Советская Чуваша». Пожалуйста. Добрый день, Олег Алексеевич. «Советская Чуваша» подготовила для вас вопрос информатики. Я попрошу вас включить. Олег Алексеевич, в развитие сельской инфраструктуры, агропромышленного комплекса республики вкладываются огромные бюджетные средства. Если объемы продукции сельхозпроизводства удается удерживать и даже наращивать их, то убыль сельского населения, к сожалению, продолжается. Как по-вашему, это говорит о недостаточной эффективности вложений или же все-таки о том, что убыль населения, процесс, становится необратимым? Спасибо за вопрос, Олег Алексеевич. Вопрос такой серьезный. Вы, как обозреватель в области экономики, я думаю, что прекрасно понимаете закономерность и достаточно простое объяснение взаимосвязи такого процесса. Очевидно, для того, чтобы обеспечивать наращивание сельскохозяйственного производства и продукции в отраси сельского хозяйства, на сегодняшний день не требуется достаточно большого количества людей. И те технологии, которые на сегодняшний день внедряются, они позволяют реализовывать, скажем, более эффективное производство сельскохозяйственной продукции за счет малого количества людей. И мы с вами должны признать, что когда мы даже осуществляем очень огромные инвестиции в тот или иной проект, как правило, создается штучное количество рабочих мест, а в сельской территории у нас проживает достаточно много людей. И очевидно, люди в поисках более комфортных условий на сегодняшний день мигрируют и в город, в города Чувашской республики, ну и на Дрегуи территории. Проблема, она вот лично мной, ну не то чтобы как бы понято, принято, она вот так вот, скажем, достаточно глубоко переживается. И в целом перед нами стоит задача существенно, ну, наверное, увеличить, наверное, да, там вот привлекательность проживания прежде всего на сельской территории. И для этого уже в этом году нами принято очень много решений, которые стимулируют этот процесс. Это прежде всего субсидирование сельской ипотеки до 0,1% для многодетных семей, дальше чуть больше для различных категорий, в случае, если люди выбирают место жительства сельской территории, ну и, конечно же, собираются работать на территории села. Ну, если даже не собираются работать на территории села, просто будут жить там, это все равно существенная поддержка, там тоже она чуть больше, но, тем не менее, там поддержка есть, она существенная. И мы далее сейчас очень активно планируем развитие территории таким образом, вот мне кажется, достаточно хорошо применил это выражение глава города Канаша, когда мы рассматривали программу комплексного развития этого города на ближайшие пять лет, принцип подготовки кадров и развития различных капитетов по принципу улей. Когда, скажем, мы концентрируем на территории какого-то муниципального образования, центра, ну, скорее всего, это в нашем случае малые города Чувашьской республики, такие как Шумерля, Канаш, Алатырь, Козловка, Цивильск, Ядрин. Вот основные такие компетенции, но при этом развиваем сельские территории, чтобы там было комфортно жить. То есть, вот только что мы говорили о водоснабжении и водоотведении. Далее идет вопрос строительства социально-культурных учреждений. Это школы, детские сады, дома культуры, досуговые центры, кинетеатры, с тем, чтобы людям было чем заняться и, соответственно, интересно, содержательно проводить время. Развиваем, естественно, достаточно хорошую сеть, библиотечную сеть. И таким образом задача организовать жизнь на селе таким образом, чтобы условия жизни, они были сопоставимы с условиями городского. И тогда, тем более сейчас мы с вами во время пандемии заметили вот такую возникающую потребность разделения места жительства и места работы у людей. То есть, таким образом, создавая такие комфортные условия проживания на сельской территории, я уверен, что мы буквально через несколько лет заметим, что люди будут выбирать жизнь на сельской территории, но при этом будут трудиться, ну, скажем так, в лучшем случае, для нас это лучший случай в близлежащих территориях, там, это малые города, там, Чувашской республики, но в худшем случае, ну, это тоже неплохо для нас в других городах Российской Федерации, но при этом мы с вами понимаем, если они здесь живут, то потребительские затраты они будут здесь соответствующим образом реализовывать. Это уже, мы с вами должны понимать, это уже образовывающийся тренд, и, скорее всего, он будет развиваться, и дальше, причем ускоренно, и, наверное, не наверное, и мы обязательно должны это учитывать, стратегии развития нашей территории, Чувашской республики. Поэтому задача вот развития сельской территории перед нами стоит она в приоритетном порядке, нам здесь помощь и комплексное развитие сельских территорий, то есть федеральная программа, которая призвана развивать вот все те направления, которые я назвал, и мы для обеспечения максимального ускорения процесса реализации всех тех мероприятий, о которых я говорил, в этом году уже начали, а на следующий год продолжим, увеличим существенно приоритетное проектирование объектов, инфраструктуры, объектов социально-культурной сферы, ну и, конечно же, для реализации их жизни централизовываем многие функции их реализации, то есть процесс строительства, процесс контроля, надзора и так далее, и так далее. Таким образом, мы получаем с одной стороны уже четкое понимание, что где, когда будет строиться, и самое главное, готовые проектные смертные документации, за счет этого мы можем войти в любые программы и оперативно получить дополнительные средства, а за счет четкой организации производства должны получить существенный эффект бюджетных средств. Двигаемся дальше, коллеги на связи, Чебоксарские новости. Добрый день, Олег Алексеевич, коллеги газеты Чебоксарской новости, Марина Васильева. Вопрос сегодня следующий. Ваши по программе переселения из аварийного жилья в 2013-2018 годы новоселье справили более 13 тысяч человек. Будет ли продолжение у столика значимой для населения программы? Ведь, как мы все понимаем, список ветких домов не имеет окончательной точки. Да, спасибо большое, Марина, за вопрос. Вопрос очень злободневный, и я бы сразу, отвечая на вас вопрос, оттолкнулся бы от слов президента, который он буквально применил на днях на одном из совещаний, что мы должны вытащить население из этих трущоб. Слава Богу, то аварийное жилье, которое имеется в Чебоксарской республике, не является трущобами. Я вас уверяю, все познается в сравнении. В других регионах реально трущобы, если мы посмотрим на то жилье, в которых пока еще живут люди. Но, тем не менее, задача переселения из ветхого аварийного жилья является не менее приоритетной и для Чебоксарской республики. На сегодняшний день реализовывается программа до 2024 года, она продолжается, то, что вы говорите. И вот если вы 13 тысяч называете цифру переселения, это те люди, которые жили в аварийном жилье, которое было признано таковым на 1 января 2012 года. Сейчас мы с вами реализовываем программу переселения из ветхого аварийного жилья, который признан таковым на 1 января 2017 года. Но, к сожалению, я вам должен сообщить, что достаточно большое количество аварийных домов у нас не вошло в эту программу, которая сейчас реализовывается. То есть вошло у нас, не вошло Козловка, не вошло АллатРь, достаточно много домов. Но это самое крупное муниципальное образование, где мы имеем большое количество аварийных домов. Но они, к сожалению, эти дома не вошли. Я не знаю, по какой причине, я не хочу разбираться сейчас, как бы, вину на кого-то перекладывать. Но это факт. Будем отталкиваться от этого факта. Что мы уже сделали для того, чтобы нивелировать этот процесс? То есть нам, правительство Российской Федерации, в связи с тем, президент стоит такую задачу. Дает возможность оперативно, быстро реализовать реализуемую программу и дополнительно включить в эту программу аварийные жилья. Мы сейчас над этим работаем. Мы взяли на себя обязательство досрочно реализовать запланированную программу. Она достаточно, ну не то чтобы легкая, она реализуемая. Потому что существенно меньше домов, чем в предыдущий период, туда дома попали. И мы это сможем сделать. И мы планируем в 2023 году его завершить. И к этому времени мы сейчас формируем дополнительные дома, реестр домов, которые попытаемся в рамках уже действующей программы реализовать и соответствующим образом получить средства для переселения граждан, которые в них живут. Но я уверен в связи с поручением президента, что программа будет продолжена в различных формах. И мы сделаем все, чтобы все эти дома вошли в эту программу. Либо в действующую, либо в следующую, которая будет продолжена. Но кроме того, я хотел бы вас проинформировать. Я думаю, что вы даже знаете, как человек, который работает с информацией. Буквально вчера Государственной Думой был принят закон, который вызвал очень бурную реакцию о комплексном развитии территории. И здесь вот этот закон нам дает возможность, если мы найдем понимание с населением, если население само выберет для себя, скажем, видение развития той или иной территории, объединить ресурсы. То есть вот те аварийные дома, допустим, которые уже на сегодняшний день имеются, мы собираем все вместе на одну территорию, дальше планируем современный микрорайон, и заходит инвестор. То есть мы получаем федеральные средства на переселение людей из этого аварийного жилья, инвестор добавляет свои средства, реализовывает иную уже застройку, и таким образом мы получаем синергию. Ну вот в двух словах возможности этого закона. Но там на самом деле еще больше возможностей. Но здесь очень важно, реализовывая этот закон, придерживаться главного принципа, очень тесного, предметного, содержательного общения с населением. И ни в коем случае не перегибать палку, как бы палку в ключе, ну, скажем так, не учета мнения и игнорирования какой-то существенной части населения, которая не хочет развиваться или реализовывать проекты таким образом. Поэтому, возвращаясь, и дезюмире ответ, да, программы будут, они будут разные, и мы будем делать все, чтобы ускорить процесс переселения людей из ветхого аварийного жилья. Спасибо, коллеги. Дальше двигаемся на связи. Информационное агентство «Регнум». Пожалуйста. Да, Добрый день, Олег Алексеевич. Я бы хотела вернуться к вопросу о тюрьме, потому что это касается фактически всех. У многих с учетом падения доходов вызывает насторожение. Пару лет назад ваши соратники по карте, Игорь Маляков и Сергей Семенов, поздравляли весьма правительству «Чуваши» с предложением проведения тотального аудита принимаемых бюллетов и расходов ресурсных компаний. Им, естественно, тогда отказали. В то же время сейчас это реализовали в соседней Ульяновской области, где на год заморозили тарифы на тепло, газ, воду, отходы. Насколько реально это заморозили тарифы в Чуваши, проводились подобные расчеты? Ну, значит, вы имеете в виду по тарифам, да, вопрос, я так понял? Просто там были провалы. Да, все правильно, по тарифам. Да, я уже, как бы, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что мы по тарифам на ТКО заморозили в этом году тариф, где был очень существенный возможный рост. Но, значит, по другим решениям, по другим тарифам, мы уже решение приняли, и тарифы подняты в среднем, на 3,4% на следующий год, и они поднимутся с 1 июля следующего года, как и положено по закону. К сожалению, не поднимать тарифы – это тоже очень сложная история. Если мы их заморозим, мы с вами должны понимать, тарифы – это вещь такая, что они основаны на каких-то затратах. И не всегда эти функции по предоставлению услуг, которые имеют свою цену, занимаются предприятиями, которые принадлежат Чувашской республике или муниципалитету. То, очевидно, тот, кто заморозит, должен за это платить. И мы с вами должны понимать, что бюджет тоже, если так можно выразиться, не бескрайний. У него есть границы и возможности. И в данном случае просто взять и заморозить, мы, конечно, можем сказать такую вещь, но при этом не исполнить. И тогда будет еще хуже. Поэтому уж проще честно сказать, что вот такой возможности заморозить, вот все тарифы, такой возможности и прав у нас просто нет. И поэтому говорить о популистских каких-то заявлениях мы не будем. Но при этом мы сейчас очень плотно работаем над тем, чтобы сформировать четкую программу инвестиций, модернизацию всех систем снабжения, это тепло, воду, электроснабжения, с тем, чтобы были понятные тарифы на долгий период. Таким образом мы с вами сможем сделать что? Мы можем сейчас заморозить тарифы и заморозить возможность развития самих систем. Я вам могу сказать, вот каждый день ко мне приходят сводки, и в них где-то десятки прорывов холодной, горячей воды, отключения электроэнергии. Почему это происходит? Потому что сети изношены, изношены очень-очень серьезно. И замораживание тарифов, оно будет вести на усугубление ситуации. И мы должны понимать, ну возможно сегодня получим облегчение, но получим взрыв через год, через два. Вот понимая это, что это так произойдет, я думаю, что будет преступлением с моей стороны лично, вот играть на этой теме. Поэтому сейчас мы идем планово, лучше уж мы в рамках возможных, посильных увеличений будем на долгий срок устанавливать тарифы, но при этом приведем глобальную реконструкцию всех этих сетей и обеспечим надежность их функционирования. Такую работу мы уже запустим в следующем году по городу Чебоксары и Новочебоксарск. Эту работу мы начинаем с компанией Т-Плюс. И в рамках этой работы буквально за первые 2-3 года инвестиции в сети теплоснабжения города Чебоксары и Новочебоксарска составят более чем 18 миллиардов рублей. То есть будут реконструированы каждый километр, который доходит до людей. Закрытая часть котельных, которые на сегодняшний день просто не нужны. И таким образом создастся устойчивая, экономичная, эффективно работающая система теплоснабжения. Сами мы это не способны сделать, мы честно признаемся. Поэтому привлекаем крупного игрока, который нам гарантирует понятную тарифную политику и гарантированные инвестиции, которые нам обеспечат надежное функционирование системы, и качественные услуги на прогнозируемый долгосрочный период. По всем направлениям такая работа идет. Мы уже на следующий год планируем реализовать масштабную программу реконструкции нашего уже много лет гремящего города Шумерли. Потому что там мы увидим очень большого АллатРа в плане на дальнейшие годы Марпасад и Козловка. Но и очевидно, мы это просто не сможем сделать, если просто сегодня скажем, давайте мы не будем этого делать, да, там, и потом что будем делать. Вот поэтому тут надо исходить из того, выбирая одно, мы не сможем сделать другое. Поэтому лучше уж нам двигаться в понятном, в привычном ключе, но при этом прогнозируемом. И чем потом оказаться у разбитого корыта и потратить и сил, и энергии намного больше, а самое главное, неудобства, которые возникнут, они будут абсолютно колоссально не сравнимые с теми, которые мы сейчас имеем. Спасибо. А на связи у нас, насколько я понимаю, на связи у нас с Шумерли, где собрались представители Шумерлинской, АллатРской и Парецкой районных газет. Ну, я так понимаю, вопрос у нас будет из АллатРа. Правильно? Пожалуйста, коллеги. Да, здравствуйте, Олег Алексеевич. Мы собрались здесь с коллегами в редакции Шумерлинской газеты «Вперед», с коллегами из Парецкой и Шумерлинской газеты. Вот они предоставили мне право первый задать вопрос, и он в видеоформате. Добрый день, Олег Алексеевич. На связи город АллатР и газета «АллатРские вести». Мы хотим вас познакомить с одним из некогда прекраснейших мест нашего города – это Кухрянский овраг. По одну сторону оврага расположена замечательная детская роща и пруд, а по другую, к сожалению, за многие годы скопилась несанкционированная свалка. Своё название этот овраг получил по фамилии слесарий одного из местных заводов – Кухрянского, который в 1956 году высадил здесь рощу. В 70-е годы овраг благоустроили. Через него была организована насыпь и проложена асфальтированная дорога. Устроены пешеходные сообщения между двумя районами – центром и бугром. Как говорят здешние жители, рядом находилась контора химлесхоза, и из загруженных машин труба под дорогой, которая обеспечивала пропуск воды, сломалась, дорогу размыла, и сегодня здесь проходит лишь обычная тропинка. По правую сторону от неё овраг захламили мусором. Пару лет назад предприниматель хотел взять этот пруд в аренду, чтобы благоустроить его, запустить катамаран, организовать отдых. Но очистка водоёма – дело затратное, и по сей день овраг и пруд находятся в прежнем состоянии. Очень надеемся, что при вашем содействии это место спустя столько лет разрухи и запустения вновь обретёт привлекательный вид. Спасибо большое за вопрос. Тут сразу можно выделить несколько пунктов или аспектов данного вопроса. Но я думаю, что они накопились в связи с тем, что не было в городе такого хозяина, я бы так сказал, многие годы уже последние. И, к сожалению, ситуация, она, наверное, всё больше и больше усугублялась. Значит, я думаю, что уже на следующий год мы, конечно, со свалкой разберёмся, со свалкой разберёмся, и мы его либо ликвидируем, либо иными предусмотренными, соответствующими законными технологиями облагородим. Просто надо понять там масштабы, я уже министру дам поручение, чтобы он мне соответствующую справку дал, и мы поймём эту ситуацию. Ну, а в целом я вот очень верю, что глава, новый глава, который сейчас начал свою деятельность в городе «АллатРа», Сергей Анатольевич Лукишин, полковник в отставке, и человек, который очень хозяйственный, найдёт решения, которые позволят городу последовательно и планомерно развиваться. Мы здесь готовы очень плотно взаимодействовать и сотрудничать, и помогать всячески. Уже в этом году, я думаю, что нам очень много удалось по городу «АллатРа» сделать, выработать самый главный ряд решений, которые уже, ну, как бы закладывают достаточно твёрдый фундамент в плане благоустройства. Ну, во-первых, мы совместно смогли выиграть федеральный конкурс в плане благоустройства исторических поселений. И на эти цели деньги выделены, проекты на сегодняшний день разработаны, и на следующий год уже город получит очень хорошее общественное пространство, которое, надеюсь, станет ядром таким, относительно чего будет дальше развиваться благоустройство, и будет город обретать новые такие благоустроенные пространства. Возвращаясь именно к данному месту, я уже сказал, по свалке мы точно разберёмся, по всем остальным аспектам, которые вы говорили, мы, значит, с главой пообсуждаем. И здесь, на самом деле, возможностей очень много. Во-первых, у нас есть достаточно много программ, которые направлены на развитие комфортной среды обитания, комфортной городской среды. И мало того, что именно комфортная городская среда является одним из национальных целей, которые обозначены президентом, над которым мы все вместе работаем. И в рамках реализации данной программы, как я уже сказал, очень важно как раз разработать чёткое понимание развития этой территории, а это должны сделать, прежде всего, местные власти совместно с жителями. Ну а дальше мы будем вместе думать и реализовывать, из каких ресурсов и какие источники привлечь для того, чтобы претворить в жизнь те планы, которые совместно с населением выработаны. Если там найдутся предприниматели, которые возьмут на себя реализацию каких-то частей, то, конечно же, это будет здорово, потому что частное государственное партнёрство – это то направление, которое сегодня набирает обороты и будет поддерживаться всячески со стороны государства. Поэтому я просто ваше имя не зафиксировал, к сожалению, извините. Поэтому давайте будем работать. Елена Сергеева. Да, Елена, значит, мы давайте будем с вами работать вместе, а если вы за счёт ваших ресурсов нам туда привлечёте население для обсуждения того, что нам надо там сделать, как надо сделать, и на основании этого выработать максимально эффективные подходы, с тем, чтобы это было и красиво, и менее затратно. Потому что, к сожалению, мы с вами знаем, не всегда стоимость – это говорит, скажем, о том, что это нужно и эффективно. Зачастую бывает так, что когда с народом вместе вырабатываешь решение, получается более красивая, содержательная вещь или мероприятие, но при этом оно будет стоить намного дешевле. Поэтому давайте мы с вами вместе будем работать в этом направлении. Спасибо большое. Коллеги, на связи у нас ещё один город, который недавно получил своего нового руководителя. Газета «Грани», пожалуйста. Добрый день, Олег Алексеевич, газета «Грани» и редактор Дмитрий Новок. К вашей пресс-конференции в редакцию поступило более 60 вопросов. Часть из них – заброшенных зданий в центре Новочебоксарска. На эту тему видео-вопрос подготовила почётный гражданин Новочебоксарска, Раиса Ивановна Скворцова. Давайте посмотрим. Я Скворцова Раиса Ивановна, почётный гражданин города. Родилась и живу здесь уже 85 лет. Когда-то, конечно, нам было радостно видеть, как строятся культурные очаги в городе. И вот сегодня, прохождя мимо вот такого заброшенного здания, но болит сердце на самом деле не только у меня одной. Все, наверное, думают, почему такое здание красивое вдруг стало никому не нужное. Когда же они начнут функционировать здесь? Ну, если не как культурный очаг. Но ведь можно же на что-то использовать его. Такая же участь посидела здание биоколледжа. Вот эти два здания, почему никому стали ненужными? Когда всё-таки их начнут использовать селью, чтобы не забывать память первостроителей. Какой колледж сказал? Био? Сейчас бывший... Дмитрий, какой колледж сказал? Бывший биоколледж, да. Био, да? Здание бывшего биотехнологического колледжа. Биотехнологического, да? Биотехнологического. Хорошо. Дмитрий, вот спасибо Раисе Ивановне за то, что она прежде всего неравнодушна к месту проживания и к той среде, где она на сегодняшний день живёт. Конечно, развитие, как я уже сказал, объектов социальной культуры имеет, ну, если не первостопенное, то очень важно значение, чтобы люди могли реализовывать свои потребности и, ну, я, наверное, надо, чтобы у нас был даже баланс развития, да? То есть одной экономикой всё равно сыт не будешь. Люди должны и культуре, и другим видам искусства соприкасаться. И очевидно, когда есть замечательные здания, которые функционировали, куда ходили и любили ходить люди, которые проживают в городе Новочебоксарске, когда пустуют, это неправильно. Я надеюсь, что новый глава города, который приступил к исполняюю своих обязанностей буквально недавно, по-моему, даже месяца нет у него, недели всего лишь, ну, найдёт какое-то решение по его реализации, а мы, несомненно, поддержим, поддержим его, чтобы вот те выработанные решения были претворены в жизнь. Но здесь мы с вами должны понимать, что вот когда мы будем вырабатывать решение, оно должно быть не таким, что мы, допустим, для того, чтобы показать населению, там, открыли красиво и помпезно, а через полгода это опять схлопнулось. К сожалению, такого рода случаи тоже достаточно частые, и они происходят из-за того, что именно на стадии начала реализации того или иного мероприятия люди не считают, не считают те затраты, которые нужно будут осуществлять при поддержании этого процесса. Поэтому я думаю, что мы тоже должны исходить из этого, то, очевидно, здание было построено под кинотеатр, надо посмотреть, может быть, на самом деле его возродить как кинотеатр, может быть, по-другому. Но, опять же, возвращаясь вот к той идее или к тому подходу, о которой я сегодня уже говорил несколько раз, очень важно, надо спросить людей, людей, как бы они хотели видеть, что бы они хотели видеть. Я сейчас позволю чуть-чуть отвлечься от этого здания в городе Новочебоксарске. Вот мы буквально недавно обсуждали вопрос реконструкции старого дома правительства, который находится в самом центре города Чебоксары. И, ну, вот у нас тоже были разные мысли. И вот в итоге мы тоже решили спросить у людей, которые прежде всего живут в городе Чебоксары. И я надеюсь, откликнутся люди, которые проживают по всей Чебоксарской республике. Потому что здание дома правительства, старое здание дома правительства, которое находится за памятником Ленина, это объект историко-культурного значения. Но он построен как дом правительства. Ну, наверное, может быть, и правильно было бы его просто восстановить как дом правительства. Во всяком случае, как бы охрана грамоты именно на это нацелена. Но при этом мы тоже исходим из того, что на сегодняшний день в целом нельзя сказать, что чиновники и правительство Чебоксарской республики сидят на улице, и им остро требуется новое помещение отремонтированное. Поэтому мы решили пойти по пути. А может быть, все-таки есть возможность в рамках закона Российской Федерации Чебоксарской республики найти иное применение этому замечательному зданию, который на самом деле является уникальным в своем роде, имеет свою историю. И чтобы это было и полезно, и самое главное, чтобы от этого, ну, туда, чтобы могли ходить разные люди и пользоваться вот в самом центре города Чебоксары этим объектом. Поэтому я думаю, что здесь тоже в городе Чебоксарской аналогичные подходы надо применить, спросить у жителей, понять, что нужно, как нужно. А дальше уже надо посмотреть, исходя из того конструктива, который заложен в здание, и тех потребностей населения, можно ли это реализовать. Ну и поискать иные формы применения имеющегося актива, я бы так сказал. Ну вот, а вот с созданием биоколоджа, честно говоря, незнаком, обязательно изучу, себе уже записал. И как только буду готов, Раисе Ивановне соответствующий ответ дам. Спасибо, Новочебоксарск. На связи интернет-издание «Правда ПФО» Александр Борисович. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Как ни удивительно, но мой вопрос укладывается в логику предыдущих. В уходящем году для муниципалитетов сменились главы администрации. Хотелось бы узнать, оправдывают ли новички, возложенные на них на мере, как складываются взаимоотношения. И не скрою, что вопрос против того всем обстоятельствам, чтобы республика развернула высокие активные обсуждения о правах ООН, предусматривающие прямые выборы глав администрации. Это достаточно странно, поскольку у нас выборы только что прошли. Но поскольку интересную структуру принимают к этому части, нет никаких сомнений в заинтересованности государства. Так что, надо ждать уже скорых событий, которые потребуют этих прямых выборов. Ну, например, а не менее муниципалитетов или журналистов. Поэтому спасибо. Александр Борисович, вопрос такой серьезный. Ну и я так чувствую, вы там заложили определенные... Даже не знаю, как сказать, что. Ну, значит, начну по порядку. Значит, справляются ли главы администрации. Но я думаю, что пока еще рано давать оценки, потому что времени после того, как назначены новые главы, прошло не так много. Нужно все-таки какое-то время выдержать и потом уже посмотреть. Ну и, соответственно, посмотреть на них с точки зрения того, как они будут справляться с теми вызовами и испытаниями, которые будут возникать в ходе реализации тех мероприятий, которые мы совместно с ними и с населением, которое живет на территории тех или иных муниципалитетов, комплексную программу. Но со своей стороны хочу сказать, что мы серьезно работаем над тем, чтобы повысить компетенции не только самих глав администрации, но и работников администрации всех уровней. То есть буквально, по-моему, неделю назад или даже в прошлые выходные у нас прошла стратегическая сессия с главами администрации, где в течение выходных мы говорили как раз о подходах организации деятельности. Ну, вообще, организации деятельности. Ну, понятно, каждую из себя. Ну и соответствующим образом обсуждали различные подходы. Ну и, конечно же, какие трудности в этом возникают. В этом процессе возникают. Я надеюсь, что большинство из них справится. Ну, в то же самое время допускаю, что будут случаи сбоев. И вполне возможно, вот из-за этих сбоев, ну, как вы, я так понимаю, предполагаете, где-то в как бы между строк будут и замены. Не без этого. Это нормальный процесс. Ну, кто-то может сам признать, что он не справляется. Ну, кто-то может реально допустить ошибку такую, что не позволит продолжить работу. Все, как бы, все, ничего не исключаются. С точки зрения взаимоотношений, взаимоотношения выстраиваются, ну, они стандартные, они деловые, они нормальные. И в целом мой принцип такой, что надо, если пришел на работу, надо работать в связи с теми функциональными обязанностями, которые исходят от того или иного места. И поэтому, если справляешься с этими задачами, то все хорошо. Если нет, то надо ответить. Если не получается, и это не получается связано с некими объективными, системными проблемами, то надо о них рассказать и поставить вопрос. То, соответственно, обсудим и выработаем порядок их изменения, ну, и соответствующие подходы реализации неких иных вариантов развития событий. Поэтому взаимоотношения так как бы развиваются, поэтому я призываю всех организовывать наше взаимодействие в некой дискуссионной форме, чтобы был постоянный диалог, чтобы не закрывались. И исхожу из того, что недоведение информации о той или иной проблеме является, ну, неким, наверное, скрывательством. То есть, тем самым, руководство республики, лично я, не знаем реальную ситуацию. А если не знаем реальную ситуацию, значит, мы не способны адекватно реагировать на ту проблему, которая есть в том или ином месте. Поэтому очень важно общаться, дискутировать, ставить проблему, приводить аргументы, предлагать варианты решения и таким образом, соответствующим образом, организовывать и вовлекать других участников данного процесса. Вот, как бы, принципы и подходы реализации взаимоотношения. Да, не все готовы, признаюсь. Есть такие люди, которые не готовы к такой форме работе и достаточно сложно идет у некоторых такой процесс, потому что нет привычки, у кого-то нету просто пока такого опыта взаимодействия. Но это важно. Это важно по нескольким причинам. Важно, потому что сейчас скорость изменений усиливается и очень важно очень быстро реагировать. И вот для того, чтобы успевать за этими скоростями изменений, правительство Российской Федерации сегодня говорит о более ускоренном переходе проектной форме работы органов исполнительной власти. А что такое проектная форма? Это как раз то, о чем я вам говорил. Взяли проблему, быстро сгруппировались, решили проблему, закрыли его, обозначили следующую проблему, перешли к ней. Поэтому вот здесь будем требовать ровно такого подхода. И я, как уже сказал, будет происходить это все естественным образом. Где-то сам будет принимать решение, а где-то будем, если люди реально не справляются, будем настаивать на то, чтобы была дана соответствующая отстенка. Вопрос прямых выборов. Ну, тема такая, она, скорее всего, вопрос не ко мне, а вопрос к населению. Потому что мы с вами знаем, вы человек очень опытный и постоянно находитесь на острее информационных потоков и из социальных опросов, которые происходят постоянно. Мы с вами видим, что это одна из тем, которая постоянно поднимается и ставится, ну, скажем, как вопрос и как непонимание. Ну, что вообще, да где у нас глава? Почему два там? Или и так далее, и так далее. И я думаю, что в данном вопросе, я знаю, я знаю, что в ближайшее время общественная палата проводит круглый стол по обсуждению данного вопроса. Я не думаю, что после этого обсуждения завтра родится какое-то решение, что через год будут там прямые выборы и так далее. Но раз у общества есть запрос, наверное, надо его обсуждать. И здесь я поддерживаю общественную палату в том плане, что общественная палата как орган, который призван консолидировать общественное мнение, консолидировать общественную активность, деятельность всех общественных объединений, ну, должна обсуждать и держать в поле зрения те вопросы, которые волнуют население. И поэтому, если они, те люди, которые соберутся на этом круглый столе, а я надеюсь, что там соберутся и политические партии, и другие общественные объединения предложат конкретные варианты развития событий в этом вопросе, мы, конечно же, прислушаемся. А вообще, говоря об общественной палате, мы за менее чем год очень серьезно усилили роль общественной палаты в жизнедеятельности республики. Во-первых, в первую очередь мы усилили его аппаратную составляющую, то есть добавили целых два человека в аппарат общественной палаты для того, чтобы эти люди занимались координацией деятельности всех общественных объединений, которые взаимодействуют с общественной палатой, и чтобы они могли реализовывать те направления своей общественной активности. Второе, мы прямо в закон Чувашской республики об общественной палате заложили, и об общественных советах заложили норму, что именно общественная палата является органом, который формировывает общественные советы при органах исполнительной власти и муниципальных образований и координирует их деятельность. Таким образом, общественная палата получила мощнейший инструментарий надзора и, скажем так, участие в деятельности всех исполнительных органов и органов муниципальной власти. И, очевидно, здесь важно, чтобы он эти инструментарии сполна применял. И мне кажется, то, с чего мы с вами начали, обсуждая с народом, с общественными объединениями тот вопрос, который волнует народ, мне кажется, он как раз в том числе вырабатывает некие подходы применения своего инструментария, который он в этом году получил. Ну, это мне так кажется. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. А в целом, вот примерно так. Продолжаем, коллеги. На связи у нас редакция Ядринской районной газеты, где собрались представители Ядринской, Красночитайской и Маргаушской газет. Пожалуйста, коллеги, добрый день. Здравствуйте. Вопрос задает главный редактор Маргаушской районной газеты, Тихонов Анатолий Иванович. Вопрос наш следующий. Могут ли дети войны в 21-м году рассчитывать на материальную помощь, на материальную поддержку, скажем так? Да, спасибо за вопрос. Я не записывал. Как зовут? Анатолий Иванович Тихонович. Анатолий Иванович, да, Анатолий Иванович, спасибо за вопрос. Анатолий Иванович, да, на самом деле вопрос очень важный. Мы в этом году буквально приняли закон о детях войны. И этот закон был принят прежде всего как раз в связи с большим запросом на то, что необходимо определить статус тех людей, которые испытывали тяжести военного времени. И в том числе один из аргументов был тот, что несколько регионов, на тот момент их было 28 регионов, сейчас возможно больше, уже реализовали такое право людей получать статус детей войны. Поэтому когда я лично встречался с людьми, которые относятся к детям войны, они как раз говорили, нам важен прежде всего статус. Нам важно, чтобы мы имели право называться детьми войны. Нам важно, чтобы признали нас как детей войны. И мы поэтому договорились о том, что вот в этом году, принимая закон, мы закрепляем статус человека, который испытал тяжести военного времени, будучи ребенком или в определенном детском возрасте. И тем самым для этого надо было необходимо получить, вернее, необходимо получить соответствующее удостоверение. И здесь должен сказать, вот из почти 70 тысяч человек, которые могут претендовать на такое право, на сегодняшний день получили соответствующее удостоверение примерно около, там плюс-минус, около 30 тысяч человек. Ну, возможно, сейчас чуть больше. Недавно их было чуть меньше, чем 30 тысяч человек. И мы, значит, заложили в законе не финансовые меры поддержки, когда люди могут получить возможность вне очереди получить некие услуги социального характера в учреждениях здравоохранения, в учреждениях социальной сферы. И договорились о том, что по мере появления наших возможностей, возможностей в бюджете, мы будем добавлять и финансовые меры поддержки. И мы сейчас активно над этим работаем. Активно работаем и обсуждаем, какие меры уже в следующем году могли бы мы реализовать. К сожалению, вот мы начали с этой темы, ситуация с пандемией существенно подкосила наши возможности, очень существенно, я вас уверяю. Но при этом, тем не менее, мы вот эту идею реализовать уже в следующем году, какую-то меру поддержки, финансовой поддержки, еще не убрали. И я, насколько я помню, министр финансов, первый заместитель кабинета министров Чувашьей республики, Михаил Геннадьевич Ноздряков, на общественных слушаниях бюджета на следующий год говорила о том, что мы предполагаем реализовать меру поддержки, финансовую меру поддержки в виде предоставления льготы при оплате коммунальных услуг для детей войны. Но для этого мы с вами должны понимать, надо сделать ряд процедур. То есть мы в бюджет можем заложить норму только тогда, когда эта норма предусмотрена в законе. То есть сейчас, насколько я понимаю, надо отработать вопрос в целом. То есть мы готовы выделить уже на следующий год определенные средства на то, чтобы реализовать эту финансовую меру. Мы посчитали, мы посмотрели, мы взвесили свои возможности. И теперь это все надо реализовать в виде законодательных норм. То есть надо внести изменения в закон о детях войны, чтобы такая мера поддержки была. А потом на основании этого уже внести соответствующие изменения в финансовые документы. И я надеюсь, уже в следующем году вот эта мера будет реализована. Во всяком случае, я со своей стороны соответствующие задачи перед Кабинетом министров в ближайшее время поставлю. И я думаю, как задачу я даже обозначу его в ходе своего послания Государственного Совета Чувашской Республики на следующий период. Спасибо, коллеги. Сейчас у нас на связи представители издательского дома «Хабар», газеты «Хабар» и газета «Таманьян». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...